Сегодня я хочу рассказать и показать, как я делаю домашнюю горчицу. Очень острую, пряную, к борщу, к салу, к холодцу. Просто незаменимая вещь. Для приготовления горчицы нам понадобится сухая горчица-порошок, кипяченая горячая вода, сахар, соль, растительное масло и уксус. У меня здесь 40 грамм сухой горчицы, я налила 100 миллилитров кипяченой воды, горячей, не ниже 60 градусов, чтобы у вас была вода. Здесь ее намного больше, с запасом. Будем регулировать по мере необходимости. В горячую воду я наливаю уксус. Нужно чайную ложечку. Немножко больше. У меня 24% уксус. Если у вас 70%, значит нужно в 3 раза меньше. Берем 2 чайные ложечки сахара, пол чайной ложечки соли и хорошо это перемешиваем. Затем горячую воду нужно вылить в горчицу порошок небольшим количеством сначала, чтобы можно было видеть, какая консистенция у нас получается. Обычно в норме требуется воды в 2 раза больше, чем сухого вещества горчицы. Но мы будем регулировать по мере необходимости, сколько нам будет нужно. Кто-то любит очень густую горчицу, кто-то более жидкую. Поэтому водичку будем наливать столько, сколько нам нравится и сколько будет необходимо для нашей консистенции. Горчицу нужно вымесить до полного, однообразного, кашеобразного состояния, чтобы нигде не осталось сухой горчицы, сухого порошка. Добавлю еще немного воды. Хорошо все это вымешаю. Затем в горчицу добавлю растительное масло. Растительное масло добавляется в горчицу для того, чтобы горчица у нас не отслаивалась, стояла дольше и имела такой глянцевый вид. Все это нужно хорошо вымесить и затем добавить растительное масло. Еще я забыла упомянуть, что нужна герметичная посуда, в которую мы переложим горчицу и где она будет храниться. Вот горчицу я вымешала, добавляю чайную ложечку растительного масла, любого. Но не рафинированное, без запаха будет лучше. Вот сразу видите, какой получается глянцевый оттенок у горчицы. Теперь, пока она еще горячая, будем перекладывать ее в баночку герметичную. Баночка небольшая, поэтому и количество горчицы я делала немного. Хотя горчица, даже приготовленная в большем количестве, сохраняет и остроту, и свой аромат до полного ее использования. Вот так. Теперь я баночку закрываю. И для того, чтобы она выстоялась, ей нужно несколько часов. Можно ее закутать полотенцем кухонным. Я же делаю проще. Засовываю ее в рукавицу кухонную и оставляю на ночь. Все. Теперь она у меня будет стоять здесь, на кухне, в тепле. Готовьте вместе со мной. Кушайте горчицу. Вот такая горчица у нас получается. Очень вкусная, ароматная и очень острая. Будете ее кушать, но очень и очень осторожно. Она очень острая. Приятного всем аппетита! Редактор субтитров А.Семкин